Аз-завадь, аз-сахих, лабуд фи-х, мин вали. Правильная свадьба, правильный никах, в нем непременно должен присутствовать вали, то есть опекун невесты. Ва-шахи-дайд. Также два свидетеля. Ла-йумкин ан-на-на нускит вилаят ал-аб-ха-када. Ягни ба-а-зан-на-си кулла, хад-а ал-аб-кафир, хад-а ал-аб-када. Мы не можем отменить опекунство отца девушке просто так. Допустим, сейчас говорится, что это отец-кафир, или отец такой-то. Все, не может быть вали для девушки. Кто-то говорит, а у этой девушки нет вали. Вот у меня друг есть, он ее вали будет, он ее отдал замуж. В шариате мы должны возвращаться к отцу. Отец это есть у али девушки, ее опекун. А если же нету отца. Или же отец действительно является неверующим человеком, а сама невеста является мусульманкой. Тогда мы переходим от отца к дедушке. Если же, говорит, нету дедушки, то мы возвращаемся к сыну этой же девушки, если у нее есть сын. Или же сын-сын, это внук получается. Или же родной брат. Либо же дядя со стороны отца. Либо же племянники, да, то есть сыновья родного брата. Сын-сын дяди, или сын дяди получается. После этого, говорит, приходит к дяде. То есть, этот вопрос не простой такой, это не такое дело, что ты сам кого хочешь назначаешь валигой. Нет. А если же, говорит, никого из родственников нет. Не может каждый любой подойти и быть для нее опекуном. Если же, говорит, человек живет в мусульманской стране, то, говорит, опекуном и будет тот, кого назначат правитель, да, то есть, кого правитель назначил быть опекуном для таких. Если же, говорит, она живет вне мусульманской стране, то, как сказал шейх Абнур Атамин, то она должна вернуться в какой-то исламский центр, в какой-то группе мусульман, да, которая известна, что вот это центр мусульман. То есть, здесь нужно понять, что мы не можем просто так сказать дать опекуство любому, кому мы захотим. И Аллах об этом знает лучше.